Хочу эмигрировать в Израиль. Потом идёт тебе? Не-не-не-не. Всем привет, друзья! Это Коммент Соушал. И сегодня мы в компании Никиты Баженова и Константина Генича. Будем смотреть видео. Почему это голос за кадром выступает в роли анонсера? Друзья, Коммент Соушал. Мы давно не выходили. Вращаемся. Да, немножечко даже и подзабыли наш формат. Подзабыли вообще, зачем мы здесь собираемся. Как сейчас модно говорить, мы сюда на халяву или поработать. Ты здесь как? Я здесь на халяву. А я поработать. Твой, опять-таки, загар. Смущает тебя в этот раз. Меня смущает. Где ты, гад, был? Почему мы так долго не выходили? Да, во-первых, по всем соскучился. В первую очередь, по ребятам. Но второй путем. Первая ложь, вторая ложь. Смотри, зимняя пауза была, соответственно, все команды на сборах. В том числе и Спартак, и молодежь, и арендованные. Ну, ездил, смотрел своих арендованных. Никит, ты тренировался к сошелу на сборах? Типа, смотрел видео там как-то? Да, тренировался с вами. Мы должны были встретиться с ребятами. А, кстати. Кстати, когда они были на сборах с студиями? Я виноват, я не встретился с ребятами, потому что я ничего там не делал, а ребята все успели. Ты в Турции был с арендованными ребятами, их просматривал, и с молодежной командой Спартака. С молодежной. В первую очередь молодежкой ездил. Ты где был, скажи? Сколько раз подходил к морю? Из 14 дней, ну, наверное, раз 5-6. Три пробежки было. Я так хотел бегать. Я так пытался каждый день, думаю, буду вставать и бегать. Ага. По 5 плюс 3. Кость, ну сколько можно? То есть к тем пяти, которые были после Нового года, уже 8-8. То есть 3 раза побегал, 5 раз подошел к морю? Да. Ты где был? Загар у меня искусственный. Я был в Эмиратах на Винлайн зимний кубок РПЛ. А мы тебя видели. Да, и мы там сняли много выпусков. Коммент-шоу. И когда мы намечали запись Коммент-соушел, триумфальное наше возвращение, Лиза сказала, я хотел бы тебя, Кость, предупредить, Никита приедет загоревший. Я к воде во время своего рабочего визита в Эмиратах не подходил ни разу. Даже к бассейну. Но, чтобы как-то с тобой сочетаться по цветовой гамме, я нашел солярий. И сгорел, сука, нахрен. Но это не может быть так. Я тебе клянусь. Ты не видишь, у меня рожа красная? А не того, что я бухал, как многие могут подумать. Я сходил на 8. Причем я попросил самые слабые лампы. Результат на лицо. Блин, у меня вообще все тело просто сейчас... Кость, а у тебя нет такой... Зудит. Кость, я был два раза в солярии. Один вертикальный, а один вот этот горизонтальный, когда лежать. Мне сказали, я боюсь туда лечь. И я не зашел. Я боюсь, что она закроется навсегда. А, закроется навсегда. Да, и все. И ты сгоришь. Да, да, да. Вот как ты. Видишь, я сделал все для того, чтобы с тобой сегодня сочетаться. Ладно, мы возвращаемся в наш реальный мир. Здесь уже в нашей замечательной студии. Коммент соушал. И, разумеется, мы сегодня будем смотреть свежие видосики, свежие мемчики, тиктоки. У меня только что пришла в голову мысль посмотреть одно очень интересное видео, кстати говоря, с отдыха. Точнее, с работы. Давайте посмотрим его. Давайте с него начнем сегодня. А вот оно. Я очень хочу посмотреть. Да, блин. Просто подставший. Перекладину с любой точки. Смотри, какая красота. Да это легко. Охренеть. Не, ну, ты крест. Он меня поймал. Ну, во-первых, смотри. Только не надо сейчас нас переносить, телепортировать на какой-то, да, стадион, чтобы мы попали в перенос. Ну, это не сложно. Нет. Во-вторых, я в кроссовках. Ну, и смотри. Ну, мог попасть. Дай пятачку. Да. Ну, мог попасть. Ну, не попал. Хорошо. Я признал. Я видел, как ты попал в это. Ну, в цель, в цель. Очень круто. Это было для эфира. Вот сила монтажа. Да, потому что он попал в первого раза, да? Это как человек с Боливара Капуцинов. Помнишь, когда Джонни... Это называется монтаж. Джонни, сделаем монтаж. Вот люди целуются, потом у них появляется бейбик. Вот эти девять месяцев вырезаются. Потому что в Перекладину я не попал. Да, честно признаюсь. Но он меня подловил после того, как я выложился эмоционально, значит, на вратарском челлендже, там что-то комментировал. Условия для предложенного Лехи спора были не совсем корректны. Но я обыграл Михаила Осинова в попадание в мишени. Девятку-то попал. Вот это не подснято. Не подснято. Только футбольный клуб Ростов, вместо прочим, выложил. А я видел. А Леха вот это не выложил. Выложи. Да. Когда мы со звездой медиафутбольной лиги Алексом Стилем били, это выложил... Это все видели уже. Это все видели. А это никто не видел. Как это не видел? Это в твоем выпуске. Теперь уже видели, да. Псевдоблогеры, псевдоинтервьюеры, вот они когда ходят на футбол, именно поэтому им задают вопрос на халяву или поработать. Как же он завелся из-за того, что он просто не попал в ворот. Нет. Это же легко. Во-первых, я признался, я признался, что тогда я это сказал для эфира. Ну, знаешь, как бывает, артист же выходит на сцену. Никита же будет играть. Никита, ты понимаешь теперь, что хорошо, что мы в Турции не увидели, себя ждало то же самое. Давай еще раз. Попробуем. Попробуем. Давай. И сделаем хороший монтаж. Вот я просто с центра поля дам туда длинную, красиво подклеим, и мяч попадет в нужную точку в перекладине. Подклеивать обязательно или можно просто попасть? Ну, вряд ли. Просто попасть получится. Бэкхэм, который на любое расстояние в мусорное ведро попадает, и Месси, который между ног попадает корреспондент, журналист. Вот на большое расстояние. Да, это все на фарт. Ну, конечно, это все, это легко, но когда с монтажом это сделать, еще намного проще. Поэтому, Лёха, бросают тебе челленов. Поэтому российские футболисты так и оправдываются. По крайней мере, за всех не могу сказать, могу сказать за себя. Им, во-первых, всем везет. Месси, Рональдо, Бэкхэму, всем везет. И глобально им делают все время вот это, как ты показал. Понимаешь? Но не попал. Не попал. Ну, это нормально. Здесь я проиграл. Поэтому, кто там, Билл Попен, Билл попал в перекладину, я перед ним извиняюсь, и действительно, это оказалось достаточно сложно. А ты заметил, что во всех наших челленджах, которые нам, ребята... Ты выиграешь все время. Все время выиграю. Поехали? Да. Давай, поехали. Да, давай, начинаем. Начинаем. И у нас первый видосик новый заряжающий. Новый заряжающий. Болелыми. Ты сделал? Да. Еще шоу? В том году. Но мне поработать надо. Да мне тоже. Вперед, Спартак! Ну, это в Дубая... В Абудабе. Да. Это как раз на том турнире, который... Это классная девочка, которая заряжала... Вперед, Спартак! Вперед, Спартак! Ты же всех болельщиков Спартака знаешь поименно, да? Ну, я знаю родителей очень хорошо. Малышка, она ходит в футбол, чтобы ты понимал. Вот мне кажется, она родилась и сразу поехала на футбол на Спартаковский. Она всех знает футболистов поименно, пофамильно, знает тактически даже лучше, чем, наверное, некоторые, кто там работает. Слушай, а вот когда показывают на трибунах родителей с грудничками, ты как к этому относишься? Да нормально. Мне кажется, это такой китч, это такое вот что-то показное. А с грудничковым ребенком прийти, вот ты его там стоишь, укачиваешь, вот приходит с грудничком, он там у тебя посапывает. Ты как бы вот приходишь для чего? Тебе хочется сходить на футбол, но тебе не с кем оставить ребенка? Я уверен, что так. Когда ребенка экипируют, когда ребенка... Я не знаю, какая возрастная аудитория нашего проекта и кто нас смотрит. Напишите свой адрес, фамилия, имущество, паспортные данные. С НИЛС. С НИЛС. И напишите, сколько вам лет, есть ли у вас дети, и как вы вообще к этому относитесь, когда видите болельщика или семью болельщиков, которые приходят, ну, с совсем крошечными детьми? Меня не режет. Я, наоборот, понимаю, что, ну, во-первых, футбол не идет 700 часов, он идет всего лишь полтора часа. И если ребенок маленький, скорее всего, он спит. Да и сейчас в стадионе все достаточно много есть мест для гражданчиков, ну, для всех категорий людей. Поэтому, если что-то случилось, можно уйти в патримунное помещение, там всегда помогут, и ты сам можешь все это сделать. Единственное, из чего я реально ловлю тотальный кринж, то, что происходит на стадионах, это свадьба на стадионе. Ты имеешь в виду... Когда пустой стадион, и типа вот эти данные на фотосессии, вот это все. То есть, ну, слушай, ну, у Спартака же вообще есть такая опция. Да, у многих клубов. Да, и у СССР есть, и у Локомотива есть. Слушайте, а если объединить, то есть свадьба на стадионе, то, что вы говорили, груднички на стадионе. И секс на стадионе прямо, да? Подожди, чтобы люди от фан-иди как бы не гнивались сильно. Ну, там случайно же получилось, да. Там будет очередь, очередь на стадион. Нет, бывает такое, что фанаты... Ну, вот у нас Витя Лыс, продюсер на матч-премьеру, он женился как раз. Витя, большой привет. Да, Витя, большой привет, он нас красавец. Если вы сходитесь в этих мыслях, почему бы и нет? Если сходитесь, да, а если невеста печальная, это... Ну, невеста печальная. Слушай, Лех, ну, ты заставляешь в своих Коминбиге делать предложение... Вообще-то вообще скотина. У шаурмичной где-то, у хот-договой, блин, ну вообще... Вот кто-то, но не ты можешь это говорить. Да, она-то рассчитывала какой-нибудь Мишленовский ресторан. Чтоб кольцо было в бокале. Да, чтобы, не знаю, кольцо... А тут кольцо на монтаже. Мы подрисуем на монтаже кольцо, давай, брат. Даже... Ну, ходи за меня. Любимый, я согласен. Целуйтесь. А тут кольцо в пироженом, я не знаю. Ну, что-то такое, может быть, оригинальное. А тут... А вы что, встречаетесь три дня? И ты не сделал предложение? Вы еще, да... Три дня встречаетесь еще? Просто вредитель. И еще не спали вместе? Ну-ка, быстро давай, у меня там туалет почищен. Леха... Леха просто агрессивно, нагло заставляет пацанов, которые, возможно, еще не готовы... Так они никто не готовы. А ты что? Ты что, не сделал предложение? Да ты посмотри на нее, уведут. Да ты посмотри, у нее глаза потухали, у нее веки упали. Ты считаешь? Бэ, она стоит уже... Молодец, смотри, женская часть нашего. Она ресничками... Говорит, молодец. Она ресничками хлопает, парень, у него белый пуховик... Красный. Он и красный. Уже превращается в черный. Он сам краснеет, и у него загар уже появляется. И Леха говорит, у меня кольца нет. Да мы на монтаже нарисуем. Бэ, вообще, представляешь? У меня есть, смотри, сейчас. С каратом. Ой, потом заплатят. Просто офигеть. И он еще нам рассказывает про пошлость. Девушки, мы составим... И парни, мы составим расписание, куда будет ходить Леха, на какие матчи. Ходите поодиночке. А если туалет почищен? Тогда можно. Тогда можно. Тогда можно. Бахнул пивка. Когда ты последний раз пил пиво? А в Турции? В тот вечер, когда я к нам не приехал, правильно понимаю? Нет, тогда я выпил виски. Я, кстати, не любитель пива. Ты, наверное, знаешь, я вот вино люблю, а пиво... Я тоже пиво не люблю. Ну, после бани вообще можно, идеально. Ну, не прям. После бани хорошо, да? Я пил пиво... Сейчас я тебе скажу. Вчера. Я вообще не пью пиво, но, блин, вот чисто случайно. Понятно. Давайте посмотрим, что у нас там. Бахнул пивка. Бахнул пивка. Это Пухьян Пало. Видишь, он игрок в Венеции, да? Да. Он во время игры, шагаш. После игры. Ну, это после игры или его заменили? После игры. Ну, я честно... Вот, честно говоря, я тоже видел этот видос. Подозревал и знаю, что футболисты — это маленькие дети. Это факт. Но, блин, ну а сколько же надо быть дурачком? Вот тебе дали только что бокал с пивом. Болельщик дал. Хрен знает. Может быть, он тебе туда допинг подбросил. Ты прям так думаешь? Ну, конечно, может, он... Слушай, может быть, он туда бросил какую-нибудь таблетку, которую ты вот выпьешь, а потом иди оправдываешь, что я получил этот бокал пива от какого-то хрена на трибуне. И вот когда Леха в своих выпусках «Комменбиги», я помню выпуск, когда он ездил, по-моему, это была Балтика. И вот он стоял с пивом, с попкорном, по-моему. Кому-то ты давал из игроков попить. И я вот так вот представляю. Вот я футболист. У меня там время от времени может быть допинг-контроль. И стоит парень, которого я вообще ни разу не видел. Ну, нет, может, видел, я знаю, что он журналист, но хрен знает, какие у него мысли в голове. Может, он тебе туда что-нибудь подкинул. Вот ты выпил. Виагру, чтобы он потом в раздевалку ушел сразу. Ну, например, да, может, он ему туда Виагру подкинул. Отпразднуем победу. Просто когда ты внутри команды, ты потом объясни врачу, ты объясни начальнику, гендиректору, когда выяснится у тебя, я не знаю, как у Бальде, что ты на полгода дисквалифицирован. И скажешь, блин, да я не знал, да кого это волнует. Она, ну, дисквалифицировали, знаешь, за что? За то, что он выпил фуросемид, который предназначался для его беременной жены. Лежала таблетка, которую он думал, что она от головы. Он выпил, ему вместо 12 дали 9 месяцев или 8 месяцев. На будущее, футболисты, если вам сторонние люди что-то дают... Берите, чтобы закрыто было. Поэтому бахнул пивка, ну, прежде чем бахнуть, ты 10 раз подумай, надо или не надо. Смотри, следующий... Да, я... Следующий у нас видосик, да. Тренировка в Томи или Перми. О, ну, это Томск. Это Томск. Да это так бывает. Ворота вверх, поехали. Блин, вообще без перчаток. Ты видел, он причем в такой баллончике, там даже нет никакой тонкой, да, там, по-моему, только футболка у него. Ну, я вот честно... А три, без шапки, вообще, блин, больной, блядь. Менингит хочешь заработать? Ну... Вот Леха. Вот Леха. Вот Леха. Кто тренер? Тренер-гад. Ну, как можно в такую погоду вывести ребят на тренировку? Я еще могу понять, в такую погоду дать кросс. А если у них такая погода, 350 дней, в зале тренируйтесь. А если они хотят играть в футбол, например, где... Я так понимаю, где-то Исландия. Это Исландия, да. Это Исландия? Да. Браво! Ну, если Исландия, ладно, молодцы. Вот когда такой ветер... Вот когда такой ветер... Угадай, какая у меня первая мысль? Чтоб уши не задуло. Чтоб не шевелье... Да нет, нет. Пиво, блядь, как садятся самолеты. Я бы же не угадал. Реально. В Томск, кстати, часто мы летали, был сильный ветер, и несколько раз, когда самолет не садится, то есть это он только вот насадится и дальше летает. Вот это самое лучшее ощущение ужаса в моей жизни. Да. Когда он на второй круг. На второй круг. Ты в какую максимально минусовую температуру выходил на поле, на тренировку? Не, на тренировку мы в холод минус 20 выходили, играли мы с Уфой, я помню, в Томске, было минус 18. Все согласились здесь играть, потому что прилетели, знаешь, вот когда Уфа прилетает, на следующий день... А это РПЛ? Нет, это был ФНЛ. Это был ФНЛ. Хотели на следующий день перенести, но все типа, давайте, ладно, блядь, сыграем. На следующий день ничего холоднее. Мы, в общем, решили сыграть. Ну, это вообще катастрофа. У нас был Болгарин, не помню, как зовут, он просто в перерыве, он говорит, я не буду играть, я задыхаюсь, а мы на него смотрим, а у него с ушей кожа слазит. Ну, мы выходим, мы все бегаем, как бы ради просто побегать. Все судьи мерзнут, вот Уфа мерзнет, Томск мерзнет, болельщики веселятся, вообще довольны, мне так нравится, я на ними наблюдаю. Там другой градус на трибуне просто. Ну, градус, там другой совсем, да. Хоккей с мячом тоже, да, вот играют в Кемерово, в Иркутске. Там под минус 40 бывает. Там вообще минус 40, они вот здесь все замерзло, здесь все висит на ресницах, значит, этот снег. Не знаю, но они же с тепленьким приходили. Ну, я уверен. И прокачиваются на трибунах. Еще мы с Протаком выиграли в Новосибирске на кубок. 3-1, я помню, победили. Еще на искусственном поле. То есть история про то, что, например, натурально, еще ладно. Окей, вопросов нет. А когда искусственно, еще супер первого поколения, нулевого. И я помню, играли в шиповках половины. Раньше же не было этих теплосогревающих стелек? Вообще ничего не было. Да. То есть пакетики, да, на ноги? Да, пакетики самые лучшие. Пакетики это самые лучшие. Друзья, если вы хотите в такую погоду выйти, и чтобы у вас не отмерзли пальцы, и чтобы они не покраснели все, то, конечно, носочек, пакетик, потом гитришка, и потом вот сюда. Буцышка, и у вас все будет теплее, все будет замечательно. Но если вам кто-то наступит на ногу, это худшее, что может быть в данной ситуации. Но в Перми, я помню, когда такая погода была, мы выходили где-то минус 25-26, просто бегали. Риск травм, он просто повышается в разы. То есть ты же на полной, то есть это спорт высших достижений. Он же не может остановиться и сказать, ну, что-то холодно. Ты же ходил на «Локомате» в «Спартак» в первый матч? Вот кубок. Не ходил? Не, не ходил. Ну, ты не ходишь на матч своей команды, понятно. А я по работе. А так бы тоже не ходил. Ну, конечно. Минус 15 было. Минус 14, минус 15. А по ощущениям, гаджет выдавал минус 22. И мне реально в пуховике, в шапке было холодно. Это про вчера говоришь? Да. Я подумал, как, блядь, Курбан Бердыев в Казани, на стадионе «Центральный», в пиджаке и в рубашке сидел на минус 18, когда они играли с «Интером». Ну, вот он забывает о холоде. Знаешь, это же все от головы. Номер 4. Легенда, Инжи, «Дебес». Подожди, для тебя легенда, Анжи, это кто? Это О? Нет. Карлос? Нет. Лохиалов? Нет. Корин? Нет. Рудников? Гаджи Муслимович Гаджиев. Ну, тренер, я понял. Да. А из игроков? Блин, пятый номер у них был на А. Такой хороший парень. А Шурмаманов? Про него, наверное, нет? Нет. Нет, блин. Значит, не на А. Значит, на А. Давай на А теперь. Все, подожди. Теперь на А. А! Али Гаджибеков. Ну, на А я просто... Ну, на А же. Легенда Анжи в порядке. Это Роберт Карлос, наверняка будет бить штрафной. Я видел этот видос. Ну, конечно. Ты же видов это? Да. Франция, помнишь, он забил? Франция. Это же товарищеский матч был? Да не, не помню. Что за матч был? 3-2. Нет, почему ты помнишь? Ты все помнишь. Да не, ты что? А кто-то может не помнить, надо подсказать. Роберт Карлос забил сумасшедший гол. Но тут недавно я подумал, насколько же я старый, когда публиковали видео, Роберто Карлос забил ворота Тенерифе. Когда вот он бежал к угловому, да, и с левой ноги он вот пульнул. Угол был отрицательный, и было написано, что ровно 25 лет с момента шикарного гола, легендарного гола Роберто Карлоса. Как сейчас, да? Я думаю, блядь, 25 лет, четвертак, просто вообще вот так вот. Вот реально идет очень быстро. Смотри, я думаю, тебе стоит сравнивать с таким ощущением. Ты играл с Дзюбой, ты закончил карьеру уже 10 лет, как? А он до сих пор играет. Подожди, а сколько тебе? 38. Ну, было 39. Ну, нет, конечно, мы молодые, Костя, и тебе 45. Нормально. Подожди, потому что... Нормально тебе сколько? 38, ну, было 39. Это как? Ну, подожди. Вообще-то, говорят, будет. Стало 39. Ты как же Бенджамин Баттон в обратную сторону пошел? Мне очень хотелось бы. Да ну нет, сейчас бы ты... Сатурн вернулся. Зачем? Зачем тебе еще Томь, Сатурн, обратно? С удовольствием. Ну, это великое. Защищай свою полотку. Знаешь, вот есть великие фразы, одна из них принадлежит Нобелю, что это не воровство, прирост капитала относительно Ювентуса. А у тебя вторая. Мне 38, но было 39. Легенда, Анжи в порядке. Ну, Роберто забил и в манеже забил. Мы видим, что у него, что на Парк Де Пренс. Если умеет, то умеет. Был же шикарный проект. Назывался... Сейчас опять заставят нас бить шведой. Не, подожди, назывался... Играй красиво. Держется. Играй красиво. Кто помнит, кто помнит Играй красиво? Я помню Играй гармонь. Я старый. Делай как мы, делай как я, делай лучше нас. Это порнографическое? Ну, я уверен. Ну, вообще, кстати, для порнографического фильма неплохое название. Делай как я, делай лучше нас. Такая кинки-пати, да? Никак его не отпускают. Но я помню, что... Это наш следующий челлендж, кстати. И вот был, кстати, проект Играй красиво. И мы приезжали на базу в Кратово, где Анджи базировался. И записывали выпуск Играй красиво. Там на технику надо было снимать. С Роберт Карлосом. Мне кажется, самый статусный выпуск той программы Играй красиво был именно с Роберт Карлосом. Монтировали, или он реально попадал? Ну, нет. Там, смотри, я вставал на штангу. Да, была, типа, импровизированная стенка. Бей в меня. И он бил в меня. Попадал. В порядке он. Он в порядке, да. И он попадал, как мы видим. Да, да. А удар Роберто вы все знаете. Судя по моему лицу и пересадке кожи, вы понимаете, что он в меня попал несколько раз. Следом, после легенды Анджи в порядке у нас номер пять краш-тест инвентаря. Ну, это мы видели, да. Это бублик. Эпатажный хрен, но вот мне кажется, вот он это специально делает. Да, мы говорили об этом с тобой перед эфиром. Нет, почему перед эфиром? Мы сейчас об этом говорим. И перед эфиром тоже. Не, ну, во-первых, специально, возможно, я сколько ни смотрю, мне это забавно. Ну, забавно. Но зачем он это делает? Три он, да, сломал? Три, да. Представляешь, следующий изготовитель ракеток сделает ему железную. Или с отдачей какой-нибудь. Вот он будет бить, а он прилетит. Ну, это классный, кстати, рекламный ход такой определенный. Это прикольный ход, Сразу посмотрели, какие ракетки. Какой фирмы. С какого раза она ломается? С первого. Я заметил, с первого. Ну, может, он просто сильный бублик. Мы помним, что он ругался. Про собак что-то было. Про собак там было, да. Для изготовителя ракеток же важно. Видишь, он с первого раза бьет, она не ломается. Со второго бьет, но уже чуть-чуть кряхтит. А вот если бы краш-тест инвентаря, вот взять многие ракетки и хреначить вот так в стену. Слушай, ну вообще, все, что касается индивидуальных видов спорта, ты бы с ума сошел бы. Ну, я не знаю, насколько там сошел, не сошел, но они же все это вот через себя внутренне пропускают. В команде, в коллективе тебе, наверное, полегче. Где-то чуть там... Распределяешь стресс. Перенос стресса, ответственности и так далее. Конечно, когда там супер-мега-лидер, обладатель золотых мячей, конечно, на тебе больше акцент. Но когда индивидуальный вид спорта, блин, ну это же вообще трындец. Особенно команда вокруг тебя, там тренер твой. Ты себе представляешь, разбивающуюся ракетку? Да. Две ракетки, даже. Две ракетки. Две ракетки. Я разбил телевизор, я разбил сердца, я разбил, можно сказать, свою жизнь. Сколько ракет? Четыре ракетки разбил бы? Надо понять. Пять, десять я бы разбил. Какой ты бублик? Представь, что ты теннисист. Играешь в финале, например, «Роланга-Росс», не получается у тебя... Да. И важный самый мяч, он у тебя улетает в аут. Да. И начинаешь ты психовать. Одну ракетку разбил? Да. Да, вторую. Да. Третью? Да. Четвертую. Ну, на четвертой, может быть, уже... Не, на четвертой я бы уже проиграл. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой вы бублик. На каких вы ракетках остановитесь. Я, наверное, на второй восстановился. По тебе я бы никогда не сказал, что ты разобьешь ракету. Две бы я разбил. Даже одну. Даже одну. Хорошо, полторы. Да не, ну, Кость, я просто знаю... Ты совсем другой. Не спорь! Ты вообще другой. Так какой ты бублик? Я максимальный. Следующий. У нас команда Мигеля в медиалиге. Ты знаешь, что такое Мигель? Ты знаешь, что такое медиалига? Ты знаешь, что, блядь, происходит? Не надо! Не надо. Нет, я первый раз ругнулся матом, но не могу себя сдержать. Мы были на турнире, где были придуманы какие-то хрен знает новые правила. Танцультант, танцультант. Танцевали, танцевали. И мы играли против команды дружины. Помнишь, когда казаки играли в футбол? Французы? Французы, да. Французы. Вот они там мячи друг другу передавали и вот такие па выплясывали. И, короче говоря, оказывается, у нашей команды соперников, где есть танцоры, где есть там какие-то ребята, умеющие отплясывать на сцене, у них была карточка, что в любой момент матча они могут игру остановить, командно станцевать, и это им засчитывает как гол. Ну, серьезно. Я, блядь, я первый раз такое видел. Какое такое? Турнир. Я тебе клянусь. Клянусь. Идет такая непростая игра. 1-1. Остается играть две минуты. Они останавливают игру, врубают музыку, вся команда у них высыпает на поле, и они начинают под эту музыку танцевать. Станцевали, музыка закончилась, мы начинаем с центра поля, проигрываем 2-1. Это лучше. Я вообще, я хочу на такой турнир. Я многое повидал в футболе. Бывало, нас там возили вообще, кому-нибудь. Здесь даже футбол не произносит слова. Да вообще, я просто охренел. У нас была карточка три корнера пенальти. То есть, три угловых надо было подряд заработать. Есть такое, да. Тогда пенальти. У нас еще была карточка, если вы проигрываете в один мяч, например, ваша команда проигрывает в один мяч, после финального свистка вы можете взять право на пенальти соперника, и если соперник этот пенальти не забивает, матч завершается в ничью. Ну, разумеется, после танца мы взяли, на эту карточку, чтобы они после свистка били пенальти. А был такой вариант? Они танцуют? Они выиграли в итоге три и один забили. Плохо танцуют? Неважно как, вся команда вышла танцевать. Я не знаю, там, выпить пиво на скорость сразу, моментально, перевести 10 тысяч рублей в благотворительный фонд, например. Это лучше, чем танцы, конечно. Перевел 10 тысяч, удалил у игрока, у соперника. Например. О, прикольно, кстати. Ну, например, как челлендж. Команда Мигеля в медиалиге. Давай смотреть. Ну, вот примерно так, да. Что происходит здесь? Бля, вот. Какие у них пластилиновые суставчики. Что это такое? А это один и тот же? Если бы играли с нашей командой, была бы драка. Почему ты так решил? А, да. Это неуважение к игре и к сопернику. Это неуважение к игре и неуважение к сопернику. Ты помнишь, был такой игрок Серж Бранко в Самаре? В Самаре, конечно. Который сел на мяч. Да. Матч с ССК или с Динамо. Не помню. Не помню с кем, но на стадионе Динамо в Петровском парке еще старом. Он сел на мяч. 1-0 в пользу Самарцев. В самом конце первого тайма отличился Дубич. А вот Бранко сейчас так, ну вот Бранко и получил. Его потом ловили. Хотели, да. Потому что это было неуважение к игре и неуважение к сопернику. Кто-то скажет, да вот, надо к этому относиться проще, это же фан, веселье. Не. Фан, веселье это вот остановили игру, станцевали и вам гол зачитали. А это... Да. А это... А это неуважение. Неуважение к сопернику. Да, я с тобой согласен. Да. А вот здесь я уверен... А что бы ты разбил здесь, Никит? Кому-нибудь. Ты бы прыгнул. Ноги. У меня на самом деле одна попытка красная карточка. То есть одна попытка, я бы выбрал одного самого танцующего. Никто. Прыгнул бы в него. А сколько у тебя карточек в карьеры красных? Две. Кустя у тебя. Одна. В товарищеском матче. Меня не удаляли никогда. Солидно. В товарищеском матче... Читал кригу. Тогда просто не было карточек. Тогда вообще не удаляли ни за что. Товарищеский матч. В манеже Спартака. Я перешел в подмосковные Химки. Мы играли с дублем Спартака. Судила девушка. Единственный раз в карьере меня удалила девушка. Оттуда и пошло это. Наталья Авдонченко. Вот мы зарубились. Там был какой-то коннект. Ты знаешь Витю Букеевского? Да, конечно. Да. Мы знаем друг друга всю жизнь. И просто вот там сцепились. Какой-то был спорный момент. Ну и так потолкались. И она подошла. Дзынь-дзынь по красной карточке. Я говорю, алло, девушка, смирись. Ты что творишь? Просто мы тут эмоции там потолкались. Пошли, нахер. Агент 007. Смотри, у нас как. А, это я видел. Веском Челси. Нет, я нет. Веском Челси. Сейчас чувствую втач, что надо. Все довольны, счастливы. Человек убили. Так же убить можно, да? Да легко. И довольны еще, гаденыши, а. Ну и я видел этот видос. Это веском Челси. И болельщик Челси. ну, ну, во-первых, да, во-первых, ты ты бухой. Не надо. Блин. Если ты либо обдолбанный, либо выпивший, либо совсем потерявший страх, либо, ну, наверное, все вместе даже может быть. Ну, конечно, все с тебе прилетит. На чужом стадионе разгоряченные болельщики, тем более в Англии, и ты что-то пытаешься им там кричать, ты один в этой толпе. как бы неудивительно, что тот со стороны подошел и дал. Я ни в коем случае не поддерживаю насилие, осуждаю. Нет, это очевидно, мы не поддержим, потому что сколько было таких ударов, потом жизнь рушилась у людей, но провоцировать никого не нужно. Да. Нужно уважать все-таки соперника. Когда ты последний раз подкатывал к девушке? Никогда. А, черт. Это не тот вопрос. Мы об этом разговаривали. Мы об этом разговаривали. Тут просто подпись подкат, часть вторая. Подкат, это же было, помнишь, когда девушка с бокалом с бокалом стояла. А у тебя сразу подкат туда, да? А у меня подкат к девушке. А у нас нет, у нас еще одно видео с подкатом было. В первом или втором выпуске. Это вот продолжение. Мы его сразу... А, это Гави. Не, Педри. Ты их тоже путаешь? Гави, Педри. Педри. Он такой маленький. А, подкат. Помнишь, она же оставила ему... Да. Помнишь, это была автограф-сессия Педри или Гави, игрока Барселоны, когда девушка в таком платье, симпатичном сумке, мы тогда еще модный приговор включили. и как она вот так аккуратненько положила номер телефона? Или она даже не парит? Вот, смотри, она просто дает. да, да. Он хоп. Оп, он на член сразу... Скрытый пасбур. А вот тебе часто? Никогда. А вот было ли? Никогда. Не было. Нет? А ты? Нет. Недавно мне вот так тоже, хоп, и все. Я взял, смотрю, девушка, имя, телефон. Приятно, нет? У меня как-то было. Сидели мы там с ребятами и прислали салфетку. На салфетке был номер телефона. Просто вот ты думаешь, ну, дали тебе номер телефона. И вот что с ним делать? Звонить, писать. Пишешь, прием, прием, Ромашка, я Лютик. Да. Да. Проверка связи. Да. И? А ты забыл, да, как это делается? Вообще, я этого не делал уже давным-давно. Ну, обычно просто переписываешь, наверное, с девушкой, и все. Я так понимаю, что сейчас это в порядке вещей, да, когда девушка может сама написать номер телефона. А что такого? Нормально? А что такого? Я всегда так делаю. Ну, раньше просто это как-то считалось неэтично, как-то вот некрасиво, навязчиво. Когда ты в последний раз кому-то вот такой телефон отправляла? Ну, я не оставляю себе эту попытку. А, то есть ты допускаешь, что ты можешь так сделать? Лех, когда последний раз тебе девушка вот так вот вкладывала в руку телефон? iPhone 14 Pro Max. Два дня назад. Серьезно? Девушка дала свой номер, да. Ну, через директ или как? Приличную встречу. Она сама тебе дала телефон ты даже не просил. На съемках. На съемках. Это на съемках. Мы так и все расслабляем. На съемках. Даже когда первую помощь оказывал, нет? Ну, там мне другой в руку вклад. Мне бы хотелось. Ну, приятно. Да. Приятно. Мне бы... Я тебе положу. Ну, нет. Ну, Оставь эту возможность для кого-нибудь другого. Но, мне было бы приятно. Ты мне не нравишься. Номер телефона. Ну, Тоже прикольно. Даже прикольно. Это да. Ты мне не нравишься? Ужасный комментатор. Нет, да. Номер телефона. Да. Не звони мне. Я оставил номер телефона. Восклицательный... Да. Не пиши мне. Вот напишите в комментариях. Номер телефона. Да. Либо номер телефона, либо вот когда последний раз... И когда вы увидите Котина, например, в какой-нибудь кафе, обязательно сделайте ему такой приятный подарочек. Вот мне на день рождения приятный подарок сделали ребята из Ростова-на-Дону. Я сидел в компании со своими друзьями, школьниками. еще... Я сидел в компании со своими друзьями, с которыми мы еще со школой... Со школой. Ребята там приехали из Ростова-на-Дону. Вот они прислали бутылку вина. Кость до сих пор... Если бы я сказал школьницы, блин, еще хуже было бы. Урок английского. Что у тебя по английскому? Ничего, у меня двойка до сих пор. Мне нужно учить. Кость, ты в курсе? Мне тоже надо учить, но у меня была пятерка. Вот у меня... Да она не считается в школе которая? В институте, в школе. И пятерка? У меня была пятерка, да. Ну, мне легко дается язык, просто я ленивый. Я бы с удовольствием выучил испанский. У тебя прям льется вот это. Испанское. Чувствую. Ты вот это... Льется. У меня... Льется. Выходит из меня, да. Так, урок английского. Так называется следующее видео. А, это Пермь. Конечно, тут написано Пермский край. Испанское. Да, но там все-таки испанский язык. А я думаю, а кто-то хорошо знаешь его. Нет, я вот точно так же на произношение делал. И причем я несколько раз в гугл-переводчике включал голосовое, голосовой перевод, и чтобы понимать, как это правильнее произносить. Нет, в практике даже дети лучше знают. В тысячу раз лучше. Я завидую людям, которые знают язык. И говорят потрясающе. Но самое главное, не говорите по-английски так, как говорит Леонид Слуцкий. Это ужасно. Может быть, он и правильно говорит, может быть, его понимают, блин, ну просто произношение. Лиза фантастически. Да, Лиза порядка говорит. Следующее. Закинули. Чем? Кого? Зачем? Для чего? А, это я видел. А, ну это Снюс туда подложил, да. Чик, туда. Оп. Ты закидывал Снюс? Нет. Ну я знаю, эту вонючку почти все закидывают, но нет. Футболисты сейчас вот постоянно, что за... не хоккеисты. А в чем изюм? Я так понимаю, что это такая сигаретная история. То есть, это же табак, и все, и как бы он расслабляет, наверное. А он не допинговый, да? Ну нет. Ну от него какой-то кайф? А ты не упал табак? Нет. Ну я курил сигарет, соответственно. В первом классе в омарку упал. Ну и потом еще в школе, там в девятом или в десятом. Но как я понял, мне сказали, что это ощущение такого, что как от сигареты. Нет, как будто бы ты вот знаешь, утром встал и выкурил свою первую сигарету. Такой опытный человек. Не, а зачем он на скамейке забросил? Нет, слушай, у нас в команде, я смотрю, некоторые тоже эту коробочку берут, там туда открывают. Вообще без вонючка, вообще воняет. Закидывают. В Ростове я видел, футболист так делает один. В Ростове так делает? В Ростове, кстати, мы нюхали табак. Со школьниками? Не, помнишь? Нюхали табак? Это чтобы чихать, вот это из фильмов? Или что это? Ну, типа, есть табак разных видов, его можно курить, там через кальян, можно, это вообще не продвижение, ни в коем случае, не курите. Да, это ужасно. И даже электронные сигареты тоже. Еще ужаснее. Это плохо. Я, кстати, вот не курю уже больше года. Электронные сигареты? Нет, обычные. А электронные? Электронные дымлю. Ну, блин, вот надо чем-то руки, да, занять. Да, точно, блин. Думаю, откуда я это помню? Мне заказ был, я ездил в Швецию на матч Россия- Швеция. Швеция, разумеется, да. Сольно. Помнишь, они играли, по-моему, Лига нации была, еще при Черчесове, проиграли там 0-2, и у меня был заказ, да, привести вот этой фигни. Видишь, как не повезло? То есть, именно в этот момент показали Уна Эмири, это же с матча с Арсеналом, да, и он закинулся. А, ну, вы только что видели, да, как закинул парень из Астон Виллы, а вы можете, друзья, закинуть на счет, и счет у вас может быть прекрасный в Винлайне. И если вы скачаете приложение Винлайн, то вам автоматически доступен будет бонус в виде до 10 тысяч рублей. И благодаря этому бонусу вы можете увеличить свой банк. Ну, а дальше уже можете закинуть выигрышные деньги себе на карточку. Скачивайте приложение, и весь мир большого спорта перед вашими руками, глазами и дальше что? Ногами. И ногами. Аррейро! Аррейро! Ты карта вел когда-нибудь? Когда французский изучал. Шипелленел? Нет. Ты изучал французский? У меня в школе был французский. По арлели франце. О! О! А я французский. А ты знаешь французский по фильмам тоже, да? Да. Французский поцелуй, например, фильм. Ну, поздоровайся, например, по-французски, скажи, всем привет, я Никита Баженов, это Коммин Соушел, и следующее видео Аррейро. Аррейро! А представляешь, если бы ты карта вел? Аррейро! Это наша игра. А здесь Аррейро? Аррейро соус. А-а-а! Ой, блядь! Нет, пошли в жопу! Нет, нет! Нет, пожалуйста, только не это, они... Не-не-не. Пошли в жопу. Просто показывай. Это не печенье, смотри, лайм, кетчуп, мустарк, это что, это горчица, молоко, код соус, Кость, нам пиздец. Я уверен, я даже не вижу, но я уверен, я чувствую по глазам, смотри, врут. А-а-а, подожди, а это они печенье едят? Да-да-да, вот куда падает, они едят потом это печенье. Лимон, кетчуп, это горчица, молоко, очень острый соус, и вот это самое, я ненавижу барбекю. Барбекю не любишь? А ты крылышки не берешь с барбекю? Могу взять крылышки без барбекю. Блин, а хот соусы, представляешь, если у тебя гастрит? А у тебя гастрит? Да. Убирайте хот соусы. Подожди, а милк? Блин, ну милк же тоже. Не, милк вкусно. Единственное, что... Ты пьешь молоко? Нет, я имею в виду именно с такими печеньями орера, милк вкусно. Почему называется орера? Я думал, что это... Орера это название печеньки. А-а-а. И она катится печеньем. я думал, какой-нибудь там моральный секс или что? Ну... Сейчас он будет, кстати, друзья, пойдемте поиграем в челлендж, Да ну опять что ли? Ну не надо. Там есть кал? Ну хрен знает, это же, блин, Леха. Мимо. Все, мне капец. А что это? Горчичка. Горчичка? Нет, нет. А этим запивать? Нет. Это кровь? И бетон. Школьник. Понравился тебе? Нет. Нет, нет, нет. Сука. Знаю. Что-то, что-то, которое ты попробовал еще раз. Ну, только не в вино. А как называется острый соус? Сара. Шаверача? Шаверача. Фу. Вино. Ну мы будем кидать. Да не надо нюхать, ешь. Да, мое, вроде. Победил, Кость, как всегда. Попробуй, ты же попал, я никогда бы не попал. Это васаби, да? Ё. То есть из-за этого, в принципе, что вкусное? Вино и все? Не отряхивай. А это не... Ты давно это слышал? Возвращаемся. Возвращаемся, и у нас номер 12, Серега, быканул. А, ну это Сергио Рамос. Кость, я кто-нибудь так отпихивал? Вот, например. Меня нет. Ну я же не корреспондент. Ну все равно. Не фотокорреспондент. А это каких-то знакомых. Ну бывало, отпихивали? Наверное. Ну некрасиво. Контекст более-менее понятный. То есть футболисты пришли к болельщикам, им поаплодировать, ну и фотокорреспондент, там что-то хует, да они совсем рядом. И, конечно, эмоции Серхи Рамоса, ну во-первых, они только проиграли. Это же был, по-моему, матч с Баварией. Ну отпихивать так нехорошо. Но мы же не видим, что там в ногах. А можно еще раз видео посмотреть? Не исключено, что он ему сделал наступ. Вот видишь, что он ему наступил? Да, он говорит, типа, что наступил? Да. Звук, когда выключаю, кто-то комментирует? Шнякин. Есть. Сегодня Шнякин. Шнякин. Меня просили все сказать, что это Шнякин. Но, но, Дима, нет. Конечно, я тебя слушаю. Дим, читай между строк. Это кто? А ты какого комментатора выключаешь? Или ты вообще не смотришь футбол? Не, не хочу. Не выключаю. А ты? Леха, а ты вот смотришь футбол, какого комментатора выключаешь? Аксенова. Добрый вечер, с вами Александр Аксенов. Сегодня мы будем смотреть матч Анджи Махачкала против Томи из Томска. О, да! Друзья, напишите в комментариях, какого комментатора вы приглушаете? Или вообще отключаете звук и смотрите? Хотя бы Константин Генес не считается. Не, не надо. Считается, считается, считаются все. Каждую личность и про каждую можно написать. Вот он приходит в комментарии, пишет, отвратительная работа, смотрел без звука. И вот я вообще не понимаю, как можно смотреть футбол без звука. А нет такой функции оставить интершум? Махачкала нет. Волка есть. 10 тысяч рублей и есть, да? Но ей никто не пользуется практически по статистике. По статистике один процент. Один процент. Да не, ну конечно, комментатор это одна из части футбола. Мы были в Англии, у них есть эта опция, отдельная звуковая дорожка там с интершумом, без комментатора, но ей вообще не пользуются. То есть один процент максимум, потому что им нужен всегда какой-то собеседник, какой-то спор, какая-то эмоция, согласиться, не согласиться. Просто когда человек приходит в комментарии и пишет, смотрел без звука, ты кому хочешь сделать хуже? И вот ты написал комментатору, блин, ну отвратительно работал, смотрел без звука. Ну и что? Откуда ты понял, что это была отвратительная работа, раз ты смотрел без звука? Я так понимаю, тебя написали. Не, ну такое мне пишут регулярно, поэтому пишите и про остальных тоже. Пишите. Слушал без картинки. Да, да, да. Смотрел, смотрел без картинки. Ну а что, так часто раньше было по радио, когда эти известные всякие матчи? Не, у нас была просто легендарная история с одним комментатором, он уже не работает на канале, и это было еще до появления матча ТВ, был канал Наш Футбол. Основной комментатор не смог приехать на игру, а была 10-часовая какая-то, играли 11-часовая. Томи с Шинником играла, и... А у него голос такой, знаешь, абсолютно размеренный, он вообще без эмоций. Убаюкивал очень. Вообще максимально убаюкивал. Ну как мы играли? Но голос, голос такой, знаешь, очень ласкающий. Да, да, да. Слух, но при этом без такой амплитуды, без перепадов эмоций. И я, как сейчас помню, комментарий, который был оставлен на форуме НТВ+, один из лучших вообще по воспоминаниям, что, блядь, это как же надо комментировать, если я повернулся к холодильнику, поворачиваюсь к экрану, а там уже 1-1. Все, говорит, бля, в одной тональности, знаешь. Накрывает одеялкой голос. Так что, друзья, напишите в комментариях, какой комментатор вас раздражает, и вы выключаете звук. Друзья, как вы понимаете, мы еще в Ютьюбе, но не забываем, что есть и другие платформы, есть другие площадки, в частности, ВК, и в ВК-клипах очень много спортивной тематики в разных форматах, поэтому обязательно загляните в специальную рубрику «Фитнес», и вас ожидает много чего интересного в ВК-клипах. Смотрите, включайте, наслаждайтесь. ВК-клип представляет, что это кекс, что ли? Нет, он же на весы кладет, там ноль. А, это весы! Блин, а я думал, что это какой-то кекс, где он, знаешь, типа, какие мы топоры, а? А это там правда весы? Где весы-то? Когда следишь за питанием. А, весы, правда, да, вон, видишь, ноль калорий, да. А весы прикольные, да, с кексиком? Здесь ноль калорий, да. Ну, ноль весит. Ну, неплохо. Блин, ну, я тоже так хочу. Но это же правда не считается? Нет, конечно. У меня бабушка, знаешь, всю жизнь что говорила? Я говорю, все, что ты ешь черным хлебом, автоматически считается диетическим. Все, я вот всю жизнь, я все ем сладко. А еще знаешь, все полезно, что в рот полезло? Да. Все от головы. Все от головы. Я так вот чем говорил. Я ведь в рот, а. А ты вообще придерживаешься диеты? Такой. Ну, это вообще придерживаешься? Думаю, что нет. Я, наверное, какое-то стараюсь правильное питание. Вот типа такого, которое у нас сейчас было. У нас было? Ну, нет, конечно. С соевым соком. Но я стараюсь правильно питаться. Да? Да. А я вот вообще неправильно, к сожалению, питаюсь. И я придерживался разных диет. Это была диет, там, до шести не ешь, там, я не знаю, там, алкоголь не пей. Ничего не помогает. Я помню, как один партнер в команде говорил мне, когда мы заходили в гостиничный номер, что в номере не отапливалось, и было очень холодно. Он говорит, зато завтра на взвешивании типа сбросишь пару килограммов. А, ты имеешь в виду игровую карьеру? Да мы в игровую карьеру, когда... А я спрашивал, почему он сказал, потому что тело как бы сжимается, оно пытается согреться. Да, и вроде как, чем холоднее, тем ты... Скукожее. А мы наоборот делали, я помню даже, шиши в Испании, у нас там на следующий день взвешивание, как обычно, а там у карпа, как обычно, 100 грамм, 100 долларов, и ты вообще высуши, ты на постоянных каких-то диетах. То есть на диетах ты просто не жрешь. И в вечер мы в ванне делали как баню. То есть максимально там кипяток, горячий, и вот после этого реально там ты потеешь так или иначе, и уходит там, ну там, 300, 400, 500, после этого ты ложишься спать, есть хочется, пить хочется, но завтра взвешивание. То есть мучили, конечно, с прилично. Вот так было. Видишь, ты в мороз, я в жару. А ты чипсики ешь? Нет. Вот по диете, Андрей? Чипсики нет. А чипсики ем, я знаешь, когда... Когда пьешь пиво? Нет. Друг с тобой есть общий, Андрюха Горбанисов. Мы когда на сборах, он периодически любит покупать всякую гадость. Чипсики у него все время рядышком есть. Это те люди, которые самые худые, самые стройные. Они жрут всякую херню, блять, прям бесят. Они всегда в чипсах, блять, в всяких булках, в сладостях. Открываешь шкаф дома, там на тебя гора конфет, а он стоит дохлый, сухой, красивый гад. А ты сидишь в слюнях. Вот как так? Вот ненавижу. Объяснись. Вот реально ненавижу. Блять, у меня жена такая. Она может жрать все, что угодно, но она... Согласен. И я ненавижу, Но, блин, дрищок. Ребята, вот смотрю, когда они там приходят, здесь, значит, бублики, баранки, печенье, чай, сахар навалили. Блин, вот даже сейчас на работу. И все равно дохлый, я вообще не знаю, как кто. Ну как так? Я не знаю, меня они бесит. А у меня вот... Вот печенье я съел с кетчупом. Все, пиздец. Плюс два. Блять, плюс два. Я сам себе это объясняю. У меня широкая кость. Да. Широкий диапазон. Да, широкая кость. До слез. Следующее видео. Следующее это видео. Да, я уже настроился, думал, где заплакать, в какой момент. Ну, было сначала трогательное. Уроды вообще. Ну, смешно. В принципе, кроме кутилы, мы можем поставить туда все. Я его видел еще на сборах, когда они играли с Нижнекамском, он там бегал еще. После этого я слышал, что его перевели в второй команде, чтобы он там занимался молодежью, как-то ее там продвигал, он там легенды клуба. Но вроде как он Андрею Викторовичу не нужен. Не подходит? До слез. До слез. До слез это прямо действительно была как шутка, что сам Сонов играет с кутепом. Да, это не знаю. А я, вот честно, я даже не знал, что Начо играет с диабетом. Я не знал, я и удивился. Да, то, что история Эриксона у всех на слуху и все об этом знают, это понятно. Кстати, многие футболисты, там помнишь, был Минько в ЦСКА с одной почкой играл. Роналду с Магуайром играл. Магуайр стоит 80 миллионов, так на всякий случай. Роналду бесценен. А Кутепов, да, а Кутепов заслуженный мастер спорта. Вот и думайте. Да, вот, пожалуйста, вот и думайте. Да, и мы тут сидим, я чипски едю. Сидим тут соевым соусом закусываю. Лучше с пацанами на Велике, чем с чертями на Делике. Великие фразы, да. Цитаты великих людей. А вот в халате мы сидели, это было на Новый год? Челлендж. Короче, когда ты порно смотрел. Да, кстати. А, это был шикарный выпуск, когда в этих, в VR-очки, да, у меня были? Сколько девчонок было, помнишь? Пять. Я помню. Все, видишь? Бля, это последний порно, который я смотрел. Так отдай эти очки, отдай человеку очки. Ну, крайние. Ну как? Ну, кстати, а что это был за канал? Я не могу его найти. Скинем, Коль. Ну да. Эти очки еще у вас здесь? Написано, что в прошлом выпуске я запомнил только это. А написано, что мы, оказывается, давали обещание, что если выпуск соберет 2023 лайка, то Костя и Ира снимут клип. Кто такие Костя и Ира, я вообще не понимаю. Снимут клип в ВК. А, все, я помню. Выпуск уже пробил более 2300 лайков, а значит, в следующем выпуске Коммент Соушел мы ждем клип. А, бля, так вы про нас. Ну, я думаю, что за видео? Что за Костя? Что за Ира? Нет, ничего мы с Ирой снимать не будем. Спасибо, Костя. Спасибо. Я же не обещался. А я что, обещал записать что-то? Да я не знаю, написано так. Никит, тебе есть с кем снять? Честно, я помню, да. А с ним вместе, что вы? Сейчас опять что-то. Давай, я буду Костя, ты Ирой. Давай. Ну, давай, нет, мы можем, кстати, с Никитой записать какой-нибудь клип, дайте нам сценарий. Да. Мы что-нибудь запишем. Обещаем. Кость, ты не помнил про перекладину, ничего. Все напомним, все будет, смонтируем все. Это возраст. Руки на стол. Это Бруно... Марс. Давай, что здесь надо? Это Фоден. Бернарда Силва, Фоден. Морес. А, ну, прикольно. А, сколько раз? А как они считают, сколько раз? Разминаю руки. 18. Слушай, Дебрюйный красавец. 21. Филлипс. А это просто надо вот так почистить? Раз, два, три, четыре. Прикольно. Сколько у нас попыток? Бесконечное количество. Идем? Пошли. Блин, нет, это плохо. Не подходи ко мне. А, все, было. Сейчас он тебя вверх ушел. Блин, у меня... А сейчас не будет здорово, нет. Пусть его же прокомментируют. Вроде, блин, работали руками, а дышится тяжело здесь. Мало работали. А так всегда. А ты откуда знаешь? Говорит, не передавал я записки. Вечна поэта, да. Спасибо за подсказку. Лиз, спасибо за подсказку. Бей сюда. Вратарь, да, бей сюда. И он ударил сюда. А, ну... Есть тебе что-то сказать по этому видео? Это Билл Сака. В воротах был Эдерсон. И это был матч... Ну, Арсенал, матча, стаж. Да. Значит, стал смотреть чемпионат Англии. Понравилось тебе? Нет. А что случилось? Потому что он на пиратских сайтах бесплатный теперь, а не Вока. Удобно? Нет. Потому что я поспорил со Слуцким. Да, у меня же на кону. Опять ты споришься. Со всеми уже поспорил. А мы поспорили со Слуцким. На iPhone 14 Pro Max. А, я помню что-то. Что? Что, Арсенал станет чемпионом? Не станет. Ну, он ставит на Арсенал, а я ставлю на любую другую команду. Но ты видел, какой у них фарт? Фарт? В порядке, согласен. Такой чемпионский фарт, да? Да. И Сити еще, блин, не выиграют у Ноттингем. А если ты за меня болеешь, давай попал? Нет. Вот она, ленточка. Синишная прямая. Вот мы видим ленточку. Вот. И там написано что? Мы с Никитой бежим. На ленточке написано Долбоящер дня. И вот кто из нас первым добежит, тот и разорвет эту ленточку. Болеющий Баварии пришел на трибуну ПСЖ в майке Баварии. What the fuck? Его раздели, что ли? И был избит. Ну, я так понял. Что этот в Англии? Мистейк. Все хайп. Все похайпить. Получил, да, Люлей? Конечно. Ну, слушай, мы видели уже видосик из Лондона, да, где Люлей получил человек, который огрызался, провоцировал. Вот что он хотел? Вот у меня же есть спор с Федей Чаловым. Я почему даже не сомневаюсь? Да. Я поспорил. Сколько у тебя людей? Вот все игроки, которые ушли из Крыльев... Да я знаю, Осенькин до сих пор переживает. Не спорьте Григорьевич. Я на всех спорил. На всех. То есть я все жду, когда теперь Пеняев забьет головой. Теперь уже не важно, там, за Крыльев или за Локомотив. Про Сорвели был спор. Про Сергеева. Пожалуйста. И здесь у нас спор с Чаловым. Все прекрасно его помнят, что он должен набрать 15 очков по системе гол плюс пас. У него на данный момент 13. Предмет спора... Опять телефон. Опять телефон. Нет. То, что я в футболке Спартака должен приехать на матч СССР. То есть сейчас мы увидим, что может быть. Да. На домашний матч СССР. Причем я-то хотел, чтобы Федя это сделал как можно раньше в ноябре-декабре, чтобы я футболочку спокойненько поддел под куртку. А если это Федя сделает в апреле... Нужна, кстати, 2XL. Возьмемте. Свяжитесь со мной. Приеду на стадион СССР. На домашний матч армейцев. Можно меня будет назвать долбоящером дня? Даже без этого. Потому что столько споришь. И, честно говоря, вот это видео с болельщиком Мюнхенской Баварии что-то есть, да, ссылочки? Да. Подталкивает меня к мысли, что... Подожди, а был спор, и ты должен быть на трибуне СССР прямо среди болельщиков? Или все-таки это где-то в центре? Приехать комментировать матч. Это нормально. Ты был на стадионе СССР? Нет. Где комментаторская? Я и на СССР не был. Там сейчас главная проблема... Стадион прекрасный, без проблем, но для комментатора главная проблема, что раньше можно было спокойно доехать до 10 этажа, ты выходишь на самом верхнем этаже и идешь напрямую к комментаторским. Для того, чтобы попасть на комментаторскую, тебе надо приехать на пятый этаж и через трибуну болельщиков пройти на комментаторскую поверку. Есть рядом, будет человек рядом, который будет это все снимать? И мне надо... Я, ты... Отлично. И мне надо засвидетельствовать. И самое интересное, что когда мы с Федей только поспорили, и он начал клепать один мяч за другим, еще была хорошая погода, комментаторская позиция, комментаторскую, сделали на пресс-трибуне, прямо где сидят болельщики. Класс. Так было, когда было тепло. Болельщик вот прямо сидел рядом со мной. Любой. Он мог подойти, меня там, не знаю, толкнуть, шарахнуть, там кто-то... Ну, то есть, это было совсем, совсем рядом. И когда я комментировал, то есть, они все слышат, что я комментирую. Я не помню, какой это был матч. По-моему, они играли с Краснодаром, когда вот три пенальти ЦСКА бил. Очень многие болельщики смотрят коммент-шоу, и вообще смотрят наш канал, спасибо им огромное. И очень многие после матча кричали «Мы тебя ждем здесь в майке Спартака!» Мне кажется, вообще вот такие сами по себе винлайн-споры, они очень интересны, и они какой-то такой живости добавляют российскому футболу. Ну, это очень забавно, да. Да, поэтому совсем скоро веб-арена ждите. Давай так сделаем. Когда проиграю Федей, а я не сомневаюсь,